В четверг принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили ежегодное благотворительное мероприятие Royal Viety Performance. Лучшие артисты лондонских театров продемонстрировали свой талант в концертном зале Альберт Холл, чтобы помочь в сборе средств для Королевского фонда под покровительством Елизаветы II. Организация поддерживает деятелей искусства по всей Великобритании, которые нуждаются в помощи в силу возраста, плохого самочувствия или по другим причинам. Герцог и герцогиня были рады представлять королевскую семью на этом вечере, к такому выводу пришла Джуди Джеймс, автор книг о языке тела. Супруги выбрали для себя роскошные образы. Кейт надела блестящее зеленое платье, которое уже надевала в 2019 году во время заграничного турне. Уильям остановил свой выбор на бархатном смокинге в духе Джеймса Бонда. Безупречный внешний вид пары натолкнул Джуди на мысль, что кембриджские получают неподельное удовольствие от светских выходов. Джеймс также отметила блеск в глазах принца Уильяма, сигнализирующий о радостном волнении и предвкушении. Кроме того, герцог бессознательно потирал руки, подходя к театру. Этот жест может означать, что человеку не может дождаться начала важного события. Говоря о Кейт, эксперт обратила внимание на то, как она общается с юными зрителями. Улыбка, не сходящая с лица герцогини, свидетельствовала о безраздельном внимании к тому, что рассказывали дети. Меган Маркл приняла участие в шоу Эленда Дженерис, которая только вчера вышла в эфир, но уже наделала много шума. Одной из тем для обсуждения в СМИ стала фотография подросшего Арчи. Во время беседы с ведущей программой Элен, которая также является приятельницей и соседкой Сасекских, Меган немного рассказала о двухлетнем сыне и показала его фото. На снимке малыш стоит посреди курятника спиной к зрителям с корзинкой в руке. Лица Арчи не видно, но, судя по цвету волос, мальчик унаследовал рыжую шевелюру своего отца, принца Гарри. Какой же он милый с этими цыплятами, восхитилась Дадженерис. У Арчи очень добрая душа. О, спасибо, ответила Меган с улыбкой. На этой фотографии подросший сын принца Гарри своим видом как бы намекает на британские корни. На его резиновых сапогах изображена свинка Пеппа, популярный персонаж британского мультфильма. В курятнике, где сделана фотография маленького Арчи, висит табличка Арчи с Чик-Эн. Основана в 2021 году. В своем мартовском интервью Опри Уинфри Меган и Гарри рассказали, что спасли этих кур с одной из фермы и построили для них дом, которому решили дать имя своего первенца. Меган Маркл также напомнила, что их с Гарри сын изображен на иллюстрациях к авторской детской книге герцогини скамейка, и малыш знает об этом. Он знает, на той странице, которую вы сейчас видите, наши собаки. И он говорит, это Пула, это Гай, рассказала Меган. В рамках своего официального турне принц Чарльз и Камила нанесли визит в Иорданию. Они приняли участие в торжествах по случаю столетней годовщины со дня основания королевства. Мероприятие прошло в Национальном музее в Амане. Герцогиня Корнуольская появилась на вечере в элегантном брючном ансамбле белого цвета от Анны Валентайн. Образ Камилы дополнили золотые украшения и небольшой клач. Принц Вельский выбрал для себя классический темно-синий костюм-двойку. Супруги прибыли в сопровождении посла Великобритании Бриджит Бринте и принца Иордании Гази бин Мухаммеда. Сначала Чарльз и Камила насладились выступлением Махали Уэс Продакшн, а после встретились и пообщались с другими гостями. Также в рамках празднования они посетили художественную выставку возрождения и модернизация вымерших искусств и ремеселы и осмотрели древние свитки Мертвого моря. По словам очевидцев, принц и его супруга остались довольны приемом. Накануне днем Чарльз и Камила посетили руины древнего города Гадара, процветавшего в III веке до нашей эры. Считается, что именно здесь, на севере Иордании, Иисус сотворил одно из своих чудес. После экскурсии по главному амфитеатру и музею в сопровождении принцессы Иордании Даны Ферраса пара вернулась в столицу, где герцогиня Корнеольская провела два мероприятия, посвященных расширению прав и возможностей женщин. Принц Уэльский, в свою очередь, встретился с беженцами в специализированном центре. После того, как Меган Маркл и принц Гарри покинули дворец и переехали жить в Америку, они, по мнению многих экспертов, хоть и сложили с себя королевские полномочия, постоянно используют свой статус в коммерческих целях. Сообщается, что сасекские хотели получить больше свободы, однако полностью от своей королевской роли отрекаться не собирались. По утверждениям инсайдеров, Меган и Гарри планировали сократить число королевских обязанностей, что позволило бы им заниматься своими собственными независимыми проектами. Но при этом остаться при своих официальных полномочиях в военных, художественных, спортивных организациях и в содружестве. Их первоначальная идея заключалась в том, чтобы иметь третий вариант принадлежности к королевской семьей. Но королева сказала четко, нет, вы не можете этого сделать. Это вы работаете на монархию, а не монархия на вас, рассказал источник. После озвученного желания Меган Маркл и принца Гарри навсегда покинуть Британию, было решено, что они лишаются всех своих королевских покровительств. Они Гарри и Меган уважают это решение, но ясно дали понять, что не отказываются от выполнения этих ролей, добавил инсайдер. В различных сообщениях за последние несколько месяцев утверждалось, что некоторые из полномочий, оставленных сасекскими, будут переданы жене принца Уильяма, Кейт Миддлтон. Сообщалось, что герцогиня Кембриджская возьмет на себя покровительство над регбийным союзом и футбольной лигой регби. Однако официально это не подтверждено. В минувшие выходные внимание всех мировых таблоидов было приковано к двум королевским невесткам, Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Герцогини порадовали поклонников своими яркими выходами, в свет. Возможно, ни герцогиня Кембриджская, ни герцогиня Сасекская даже не подозревают, что стали участницами своеобразной битвы популярностей. Однако фанаты обеих жен британских принцев всколыхнули сеть своими спорами. По мнению поклонников королевской семьи, Кейт Миддлтон больше подходит звание народной принцессы, тогда как Меган Маркл, безусловно, обладает голливудским шиком. Когда королева Елизавета II из-за растяжения спины не смогла присутствовать на воскресной службе памяти, центральное место в королевской ложе достойно заняла жена принца Уильяма. Герцогиня выглядела безупречно в черной шляпе и любимом пальто от Александра Маквинн, украшенном бутоньеркой из маков. Жена принца Гарри же блеснула своим голливудским шиком на другом берегу океана. Нагола уже не в честь военных ветеранов в Нью-Йорке. На Меган Маркл было ярко-алое платье от Каролина Хаэра с глубоким декольте и высоким разрезом, подчеркивающим ноги. Кейт Мидлутон народная принцесса, которой могла бы стать и Меган Маркл, но она предпочла голливудский статус королевскому. Однако и то и другое не могут существовать одновременно, написал один их интернет-пользователей в Твиттере. Тогда как выход Меган Маркл модный глянец ВОУК назвал свежим взглядом на королевский стиль. У экспертов есть свое мнение на этот счет. Они считают, что Меган Маркл вскоре оставит в прошлом не только королевскую жизнь, но и огни Голливуда, и посвятит свою жизнь политике. Однако когда основатель Дилбук Эндрю Росс Соркин спросил герцогиню, есть ли у нее в планах заняться политикой, она открестилась от своих политических амбиций и заявила, что не рассматривает вопрос об отпуске по уходу за ребенком как политический вопрос, имея в виду тему своего открытого письма, которое она написала недавно в Конгресс США. Саманта Маркл, единокровная старшая сестра герцогини Сасекской, была потрясена, когда узнала, что Меган сотрудничала с авторами книги Гарри и Меган. Обретение свободы. Ведь в этой, как теперь выяснилось, санкционированной биографии Меган Маркл и принца Гарри содержится. С точки зрения Саманты, масса лживых утверждений в ее адрес и все они переданы авторам ее сестрой Меган. Как сообщает издание Sunday People, Саманта Маркл намерена подать на герцогиню Сасекскую в суд за клевету и нарушение конфиденциальности. Причем как в США, так и в Великобритании и уже встретилась с адвокатами-специалистами по праву и той и другой страны. Она сказала Sunday People, я разговариваю с одним юристом в Англии и одним в США, поскольку законодательство в этих странах имеет существенные различия, в том числе в сроках подачи исков. Саманта Маркл, которой сейчас 57 лет сказала. Что когда в минувшую среду узнала об извинениях Меган перед апелляционным судом и ее скандальном признании в сотрудничестве с авторами книги «Обретение свободы», она была в шоке. Напомню, признание герцогини Сасекской последовало после того, как ее экс-помощник по связям с общественностью Джейсон Кнау дал показания о том. Что Меган передавала ему информацию для Амида Скоби и Кэролы Эндюрант, в том числе о своих единокровных братьях и сестре Томасе Эмель. И Саманте. В частности, в книге «Обретение свободы» с подачи Меган написано, что ее брат и сестра бросили школу и что у нее никогда не было отношений ни с одним из них. Кроме того, цитирую так, как написано в книге от третьего лица. После того, как Меган начала встречаться с Гарри, Саманта сменила фамилию на Маркл и начала карьеру, создавая истории о сестре для продажи прессе. Саманта потеряла опеку над всеми тремя своими детьми от разных отцов. Меган не разговаривала с Самантой с момента встречи с принцем Гарри в 2016 году. Саманта, которая оспаривает ряд утверждений Меган, сказала, «Я собираюсь подать на Меган иск в суд за клевету в США. В Великобритании я рассматриваю иск за нарушение закона о конфиденциальности личных данных». Поскольку в Великобритании установленный законом срок для подачи иска за клевету составляет один год с момента появления клеветнической информации, а год со дня выхода книги Гарри и Меган. Обретение свободы уже прошел. Саманта намерена привлечь к судебному процессу и Джейсона Кнауфа. Джейсона Кнауфа можно вызвать в суд. Сообщения, отправленные ему, являются доказательством того, что Меган оклеветала меня. Это просто ужасно. Саманта Маркл прикована к инвалидной коляске. С 2008 года она страдает от рассеянного склероза. Кстати, ранее она считала, что именно из-за ее инвалидности Меган не пригласила ее на свою свадьбу с принцем Гарри. Отвечая на те сообщения, которые были опубликованы в Обретении свободы, Саманта рассказала, «Я никогда не теряла опеку над своими детьми». Меган также сказала, что я сменила фамилию, когда она встретила Гарри, но есть документы о смене фамилии. «Я сделала это задолго до появления Гарри в жизни Меган, после своего первого развода, сменила фамилию Грант на девичью Маркл. У нас моего отца, моего брата, у меня абсолютно нормальная семья, но Меган изначально хотела, чтобы мы выглядели чужими друг другу людьми и подчеркивала это в своих интервью, чтобы дискредитировать нас и иметь предлог не приглашать нас всех на свадьбу с Гарри». Комментируя извинения герцогини Сасекской перед судом, Саманта назвала это привычной для Меган манипуляцией. И как стало известно сегодня, принц Гарри и Меган Маркл намерены предпринять серьезный шаг, чтобы поправить свою подмоченную последними событиями репутацию. В настоящее время они ведут переговоры о подписании контракта с кризисным пиар-гуру Говардом Брегманом, который работал как с обвинителями, так и с обвиняемыми в движении.